И-16, ЦКБ-12, истребитель 16-й, в просторечии «Ишак» и «Шачок», советский одномоторный истребитель «Моноплан» 1930-х годов, созданный в бригаде Николая Николаевича Поликарпова конструкторского бюро «ОКПУ». Первый в мире поточно производимый истребитель «Моноплан» с убирающимся в полете шасси. Самый многочисленный истребитель межвоенного времени в мире, уже к началу Второй мировой войны построено более 6016. Самолет имел деревянную конструкцию с обшивкой, выклеенную из шпона и полотна. Основной истребитель ВВС РККА с 1936 и до начала 1942 года. Разработка И-16 инициативно начата специалистами бригады номер 2 ЦКБ-39, начальником которой был Николай Николаевич Поликарпов. Эскизный проект скоростного истребителя «Моноплана» выполнен в 1932 году, в самом конце первой пятилетки. В середине 1933 года, в связи с трудностями в доводке И-14, Ант-31, Сухова. Руководство ВВС обращает внимание на инициативный проект скоростного истребителя «Моноплана» бригады Поликарпова, которому дан шифр ЦКБ-12. Первый полет на прототипе был выполнен 30 декабря 1933 года, газ номер 39 Валерием Чкаловым. Руководство ВВС отдало предпочтение ЦКБ-12 Поликарпова как более дешевому и технологичному, деревянно-металлическое. Смешанная конструкция против цельнометаллической И-14, при несколько более высоких летных характеристиках, перспективах доводки и освоения в производстве. На государственных испытаниях в феврале 1934 года два прототипа поднимали в воздух летчики-испытатели Владимир Кокинаки и Василий Степанченок, которые дали нелестные отзывы о самолете. В ознакомлении с докладом летчиков-испытателей Юмашева и Чернавского, командующий ВВС «Алкснес» приказал летать на самолете И-16 только наиболее опытным летчикам. 1 и 2 марта пилотируемый Валерием Чкаловым самолет И-16 проходил испытания на штопор. После эксплуатационных испытаний в Крыму, с базированием на аэродром в Каче, новейший истребитель был продемонстрирован широкой публике на Первомайском параде в Москве в полете над Красной площадью. В 1935 году демонстрировался на международной авиационной выставке в Италии и в Милане. В конце 1936 года истребители начали поступать в Испанию, где шла гражданская война. Самолеты поставлялись в рамках оплачиваемой правительством Испанской республики международной военной помощи. Продолжением конструкторских идей, реализованных в истребителе И-16, стал опытный самолет И-180. В первом же испытательном полете на прототипе И-180 погиб Валерий Чкалов, в одном из последующих летчик-испытатель Томас Сузи. В 1953 году последние поршневые самолеты истребителей И-16 ОКБ Николая Поликарпова были сняты с вооружения ВВС Испании. Общие особенности конструкции. Деревянный низкоплан. Небывало короткий истребитель длиной менее 6 метров. Аэродинамический профиль крыла ЦАГИ-ПИ-2 толщиной 13%. Профиль широко используется до сих пор на малоскоростных самолетах, вроде Ан-2 и Ан-28. Левая и правая половины монококкового фюзеляжа, длиной менее 4 метров, выклеивались казеиновым клеем из лент березового шпона на болванах перпендикулярными слоями шпона, толщиной 0,5 мм под углом 45 градусов к продольной оси самолета. Толщина выклеенной обшивки составляла, между рамами 1 и номер 7 сверху 5,5 мм, снизу 2,5 мм. В хвостовой части после рамы номер 7-2 мм. Обшивка крепилась на каркас из 4 лонжеронов, 11 стрингеров и 11 шпангоутов из сосны, ясени и березовой фанеры казеиновым клеем и оцинкованными гвоздями. Места соединений и вырезов усиливались фанерными накладками. Зализ фюзеляжа с крылом тоже выклеивался и присоединялся к фюзеляжу, с центропланом. Затем обшивка покрывалась нитроклеем, шпаклевалась, оклеивалась меткалевым полотном, снова шпаклевалась и красилась. Основные нагрузки нес центроплан из двух наборных лонжеронов, соединенных трубами, который связывал консоли крыла, фюзеляж и стойки шасси. Обшивка центроплана фанерная, позади сверху дюралюминиевая для возможности ходьбы по ней при посадке в кабину. Фанерная обшивка крыла оклеивалась, полотном, которое покрывали несколькими слоями авиационного лака. Силовой набор хвостового оперения и элеронов выполнен из алюминия. Обшивка рулей полотняная. Опоры шасси убирались вручную вращением штурвала лебедки, 44 оборота, с тросовой передачей. Кабина из 16 ранних типов 4 и 5 была закрытой, но затем ее сделали открытой из-за плохого обзора, качества остекления, узкого фонаря и несовершенства механизма его открытия. Использовали моторы М22, лицензионный британский Bristol Jupiter, М25, лицензионный американский Wright R-1820 Cyclone и его развитие М62 и М63. По проекту двигатель капотировался кольцом Тауненда, которое на типе 4 сменил капот Нека. А с типа 5 использовали капот Уотера, предложенный эмигрировавшим в 1920 году в США учеником Жуковского, рижанином Михаилом Ватером. Исследования в ЦАГе показали, что этот капот имеет сопротивление большее, чем капот Нека, но в те годы он был в моде и в США, и в СССР. Выхлопные патрубки выводились в отверстие капота, что подсасывало в капот воздух за счет эжекции. С 1939 года на И-16 тип 20, переделанных из И-16 тип 18 и 20 дель, применялись подкрыльевые сбрасываемые топливные баки из фибры емкостью по 93 литра. Техническое описание самолета И-16 тип 24. Фюзеляж деревянной конструкции. Силовой каркас фюзеляжа собирался на стапеле и состоял из 11 рам и одной полурамы, 4 лонжеронов, 8 стрингеров, хромонсилевых трубчатых подкосов и раскосов. Рамы номер 1, номер 4 и номер 11 усиленные, были изготовлены из сплошной березовой переклейки. Остальные рамы были коробчатой конструкцией и обшивались фанерой. К раме номер 1 крепилась моторама и дюралевая противопожарная перегородка. Лонжероны это сосновые бруски прямоугольного сечения. Обшивка фюзеляжа представляла собой скорлупу, выклеенную на болвани из нескольких слоев березового шпона, толщиной 0,5 мм. Волокна шпона были расположены под углом 90 градусов один к другому и 45 градусов к оси самолета. Обшивка крепилась к каркасу казеиновым клеем и оцинкованными гвоздями, крамом номер 1 и тремя шурупами. Внутренняя поверхность фюзеляжа была покрыта одним слоем масляного грунта АЛК-2 и двумя слоями серой краски АЭ-9. Наружная поверхность фюзеляжа была покрыта слоем нитроклея АК-20, зашпаклевана шпаклевкой H-22, затем оклеена тканью. Маркизет суровый номер 164 на нитроклее АК-20 и покрыта алюминиевым нитролаком АПА. Между рамами номер 7 и номер 8 с правой стороны в обшивке был вырезан люк для установки радиостанции. Крышка люка изготавливалась из листового дюраля толщиной полтора миллиметра. Кабина пилота открытого типа. Пол кабины был выполнен из дюралевого листа. Впереди кабины был установлен плексигласовый козырек с каркасом из нержавеющей стали. С боков кабины для удобства посадки были сделаны два конструктивно одинаковых откидываемых в бок борта из дюраля. Сидение летчика с углублением под парашют было сделано из листового дюралюминия. Сидение оборудовалось ручным подъемным механизмом для регулировки подрост летчика. В боевой обстановке за спинкой сидения устанавливался бронещит из специальной стали толщиной 8,5 миллиметров. Центроплан – это основной силовой агрегат планера самолета, который соединяет консоли крыла, фюзеляж, шасси и моторную раму. Центроплан состоял из переднего и заднего лонжеронов, девяти нервюр, четырех носков, девяти стальных раскосов, двух крестов лент, расчалок и двух листов жесткости. Центроплан крепился к фюзеляжу на четырех узлах крепления, на переднем и заднем лонжеронах. Лонжероны были стальные из хромансилевых труб. Нервюр и ферменной конструкции, в основном применялся дюралевый сплав. Обшивка центроплана была сверху из листов бакелитовой фанеры толщиной 2,5 миллиметра, спереди и снизу из листов дюраля. По всему размаху центроплана был установлен двухсекционный закрылок. Управление закрылком механическое, механизм установлен в кабине слева сидения летчика сзади рамы номер 5. Консоли крыла. Каркас каждой консоли состоял из двух лонжеронов, 12 нервюр, лент, расчалок, обода крыла и 11 дополнительных полочек сверху. Лонжероны, стальные, остальной каркас дюралевый. Обшивка крыла полотняная. На задней кромке консоли крепился двухсекционный элерон с полотняной обшивкой. Между нервюрами номер 2 и номер 3 была установлена дюралевая балка для крепления подвесного бензобака. На правой консоли справа и слева от нервюры номер 8 могли монтироваться коробчатые ракетодержатели. В этом случае нижняя обшивка между нервюрами номер 7 и номер 9 выполнялась из листового дюралюминия. Хвостовое оперение состояло из киля и стабилизатора. Металлический каркас оперения, а также руля поворота и руля высоты обтянут полотняной обшивкой. Передняя кромка киля была снесена влево на 2 градуса по полету, для компенсации реактивного момента воздушного винта. Это достигается относом переднего узла крепления киля на 30 мм влево от оси симметрии самолета. Шасси. Две убираемые в полете стойки с колесами и неубираемый хвостовой костыль. В зимнее время была возможна установка лыжного шасси. Каждая стойка шасси состояла из собственно амортизационной стойки и двух подкосов. Амортизатор был газомасленный, заряжался сухим воздухом до давления 35 АТМ. И заполнялся спиртоглицериновой смесью, глицерин 85%, спирт 15%, в объеме 310 см. На каждой стойке было установлено по одному тормозному колесу 700 на 150. Каждое колесо снабжено камерой с покрышкой, давление накачки воздухом в пределах от 3 до 3,5 АТМ. Тормоза были колодочного типа, с механическим тросовым приводом от педалей ножного тормоза. Позволяет тормозить отдельно левым и правым колесом шасси. При пробе двигателя тормоза обеспечивают торможение самолета без подкладок под колеса, упорных колодок, при оборотах мотора, до 1200 оборотов в минуту. Механизм уборки шасси Механический тросовый подъемник в кабине летчика установлен на правом борту кабины у рамы номер 5. Хвостовой костыль неубираемый, подрессоренный. Нижняя вилка костыля оснащена цельным дюралюминиевым колесом. Амортизатор костыля газомасленный Более ранние версии самолета имели костыль с резиновым амортизатором и без костыльного колесика, со сварной пяткой, работающей на скольжение. Система управления Управление рулем высоты и элеронами осуществлялось при помощи ручки в кабине летчика, перемещение которой передается системой жестких тяг и качалок на рули. Управление рулем поворота педалями путевого управления, перемещение передается тросовой проводкой на шкивах. Винтомоторная группа Описание ВМГ с мотором М63 Мотор М63 карбюраторный 9-цилиндровый, звездообразный мотор воздушного охлаждения, с двухскоростным центробежным нагнетателем. Номинальная мощность у Земли 930 л.с. агрегаты двигателя. Карбюратор с автоматическим высотным корректором АК-25, 4DF, или АК-63, ТК. Регулятор постоянного давления надува РПД-1, бензонасос БНК-6, магнета ПСМ-9, две штуки. Запуск мотора в аэродромных условиях штатно производится от аэродромного источника электроэнергии, который раскручивает маховик Эклипса, электроинерционный стартер, до 10 000-12 000 оборотов в минуту. Также можно было запускать мотор от бортового аккумулятора, помогая внешней ручкой раскручивать маховик, или вообще без использования электропитания, раскручивая маховик только вручную от ручки. В крайнем случае возможна раскрутка винта мотора от аэродромного автостартера, для чего на коке винта имелась храповая втулка. На самолете И-16Н-24 применялся двухлопастный воздушный винт с автоматически изменяемым шагом типа АВ-1. Углы установки лопасти от 17 до 47 градусов, в дальнейшем угол ограничили 43 градуса, с автоматическим регулятором постоянных оборотов Р-2. Винт, тянущий правого вращения, диаметр 2,8 метра, полный вес 73 килограмма, система регулирования шага винта гидравлическая. Топливная система. На самолете между рамами номер 1 и номер 4 фюзеляжа был установлен один внутренний центральный бензобак емкостью 260 литров. Бак цельносварной из материала АМЦ и обтянут снаружи протектором. На отдельные варианты самолета под консолями могли устанавливаться два внешних подвесных бензобака из фибры и фанеры емкостью по 93 литра каждый. Бензиномер поплавкового типа измерял количество горючего только в центральном баке. При наличии подвесных баков горючее из них вырабатывается в первую очередь, после чего пустые баки можно сбросить. В качестве топлива применялась топливная смесь, так называемый свинцовый бензин, который состоял из авиационного бензина и продукта В-10, смешиваемого в пропорции от 1 до 4,5 граммов этиловой жидкости на 1 килограмм бензина. Количество добавляемого продукта В-10 прямо влияет на детонационную стойкость бензина и зависит от типа мотора. Электрооборудование. Бортовая сеть на самолете была двухпроводная без заземления на 27 вольт постоянного тока. Источник электроэнергии в полете генератор постоянного тока повышенной мощности типа ГС-10-350-27,5 вольт. Установленный на моторе, с регуляторной коробкой РК-12-350. Для электропитания на земле применяется бортовая кислотная аккумуляторная батарея 12A5-24 вольта, 5 ампер-часов. После запуска мотора бортовая аккумуляторная батарея может быть снята с самолета и полет выполнен без нее. Для запуска мотора использовался наземный источник электроэнергии внешняя аккумуляторная батарея большой емкости, которая подключалась к бортовой сети посредством разъема в районе мотора. Электропроводка на самолете была выполнена проводами ЛПРГС, собрана в жгуты и обмотана меткалевой лентой. Все жгуты закреплены алюминиевыми хомутами. Потребители сети – токоприемники, по терминологии тех лет. Аэронавигационные огни – два на консолях и хвостовой огонь. Две лампы кабинного освещения по 5 Вт. Обогрев трубки ПИТа и обогрев часов. Обогрев пулеметов. Электрический запуск мотора. Электрооборудование фотокинопулемета ПАУ-22, при наличии. Электропуск ракет, при наличии. Аппаратура для радийного варианта самолета, при наличии. Радиооборудование. На все самолеты выпуска первого Волугодия 1940 года была возможна установка радиостанции РС И-3 «Орел», для чего за сидением летчика были предусмотрены кронштейны крепления. Часть самолетов И-16 Н-24 выпуска 1940 года были оборудованы приемной радиоустановкой РС И-4 «Сокол». На самолете радиоприемник установлен под приборной доской в ногах летчика. Этот приемник рассчитан на прием телефоном 5 фиксированных волн, с возможностью плавной подстройки в пределах одной волны. Для питания приемника за сидением летчика монтировалась упаковка питания, включающая две анодные батареи БАСМК, соединенные последовательно, общее напряжение 120 вольт, и накальный аккумулятор 2 НКН-10, 2,5 вольта. Элементы питания радио после каждого полета с самолета снимались. Боевое применение. 1936-й гражданская война в Испании. СССР продал республике сотни истребителей И-15 и И-16. Часть их собрали в Испании. Мятежники применяли истребители Хайнкл Хи-51, Фиат Сиар-32, БФ-109Б, а с 1938 года БФ-109Д, до появления которых летчики на И-16 имели заметное преимущество в воздушных боях. В испанской печати И-16 принимали за проект, основанный на Боинг. Франкисты называли И-16-го Роте «Крыса», а республиканца Москва «Муха». В Испании оказалось от 293 до 422-й и 16-й советской и испанской сборки. Для проекта И-16 итоги боевого опыта явно неоднозначны. Руководство ВВС РККА возобновило, спустя год, производство И-15, заказало И-153, и множество проектов-бипланов для их замены, создание которых длилось до вторжения немцев в СССР. Повлияла эта война на кратное усиление вооружения всех советских истребителей И-16. Наконец, руководство ВВС и некоторых КАБ лишено свободы и расстреляно во время этой войны. 1937-й вторая Японо-Китайская война. Поставки И-16 гаминьдановскому Китаю составили до 1941 года 215 самолетов. Неофициальное название советского истребителя в Китае – «Яньцзы», «Ласточка». В Китае и Маньчжурии основным противником И-16 были японские монопланы «Митсубиши-А5М» и «Накаджай-Маки-27». 1938-й «Хасанские бои». 6 августа 25-го и 16-го И-30 и 15-го сопровождали 41 тяжелый бомбардировщик во время бомбардировки высоты Заозерное. 1939-й советско-японский конфликт на Холхенголе. Воздушные бои значительно превзошли по размаху недавнюю гражданскую войну в Испании. К тому же, ВВС РКА принимали непосредственное участие и с полностью новым руководством. Согласно доктрине, скоростные И-16 поднимались на перехват с маневренными истребителями-бипланами И-15. По замыслу, И-16 должны были догонять и сковывать воздушным боем противника до подлета бипланов, на которые возлагалась задача его окончательного уничтожения. Японские КИ-27 и А5М оказались серьезным соперником для всех советских истребителей. В боях потеряно 88 и 16, 56 и 15, 45 С, Б-16 и 153 и 2 Р-5, всего 207 самолетов, против 164 японских. Японские ВВС действовали наступательно, но значительно меньшими силами. 1939-й польский поход РККА. 1939-й 1940-й зимняя война. В ВВС Финляндии имелось лишь 39 истребителей Фокер-Ди. 21, на которых могли бы противостоять сотням И-16, но направили на защиту городов от бомбежек. И-16 теряли не в воздушных боях, а в авариях, главным образом из-за мороза, которому были плохо подготовлены. 1941-й Великая Отечественная война. И-16 массово производились до самого начала войны, некоторые части СССР вооружены ими до 1945 года. Истребитель устарел, лишь опытные летчики могли противостоять немецким истребителям и бомбардировщикам. Многие летчики АСы начали счет именно на них. И-16 и И-150 Речайка были основой истребительной авиации СССР до освоения новых типов советских и зарубежных истребителей в 1942 году. Высокая аварийность И-16 сохранилась и после начала войны.